Всем доброго здоровья! Сегодня с вами поговорим о танке М62Е1, или он в народе прозван Гусь. Очень старенькая машинка, это льготная машинка, и сейчас ему тоже живется не так уж и радужно, как это было раньше. Опять-таки, потому что изменилась, в принципе, игра, баланс, скорость боев, вот, пушки, против которых ты играешь. Потому что, помните, как, ну там, не знаю, лет 9 назад, 10 назад, когда вот его перевели вот в такую модель? У него же, помните, другая раньше была модель? У него был корпус от полноценного М6, и там он пробивался в лоб, считается, ССА-3. А потом его сделали льготным, ему сделали вот такой ВЛД, в котором 240 мм, и ВНЛД 300 мм. И ты просто едешь, и никто же не знает, что это за танк, потому что все стреляли ему в НЛД, ну как бы, танк уж надо стрелять в НЛД, да? И никто не знал про его фишку, потому что раньше особо количества моделей никаких не было, и все вот так чисто на практике учились, куда пробивать машину. И да, он, конечно, в льготе, да еще в том старом балансе льготном, когда ты там играл максимум с двумя девятками, всяких тигровых сулечек развалил направо-налево. Сейчас все, сейчас пол сетапа девяток, сейчас даже восьмерки обрели супер пушки, убер пушки, ну вот и броня уже как-то отошла на второй план. А потом оно что, остается ДП, да как бы нет, подвижность, да тоже как бы нет, и получается, что просто машинку сожрало время. Ну, давайте посмотрим его скрытые параметры. Значит, первое, орудие. Значит, у нас разброс 0.38 при абсолютно хреновой стабилизации. То есть, если у того же 34-ки при разбросе 0.3, ну, я имею в виду вот этот, вот тут 0.3, то здесь вот сама стабилизация 0.25, 0.25. Поэтому вот эти 0.22 при этих 0.38 получатся примерно на практике то же самое, что и Т-34. Но сводимся мы, конечно, приятнее. То есть, со всеми плюшками, там буквально 1.7, это уже нормальное сведение, поэтому стабилизация такая же, но сводится чуть ли не в два раза быстрее. Поэтому из-за этого получается эффект не такой ужасный, как на Т-34. По подвижности, значит, смотрите, по проходимости на твердом отлично, по среднем просто почти тоже отлично. Ну, я имею в виду, это же без ничего. Мы буквально там пару перков туда-сюда, вот смотри. Клац, клац. Все, для твердого отличное. Ну, нормальная проходимость для ТТ, для среднего тоже 1.3, это неплохо. Просто что максималка 29 км в час. Вот по-хорошему ему нужно сделать хотя бы 35 км в час в дефолте, чтобы, если что, там люди могли делать на турбине 40. И когда он будет ехать более-менее нормально, и будет более-менее так неплохо подвижен, то при такой броне, может, он еще чуть-чуть потанчет. Потому что он особо такой не маневренный, едет типа так себе, то есть там выцелить, например, тот же люк, или там как-то его объехать, заехать, закрутить особо не проблема. Вот поэтому, как бы, подвижность, она в целом нормальная, просто вы упираетесь в свою максимальную скорость. Поэтому, что касается набора оборудования, то я бы сделал тоже, наверное, как и на льве. Значит, закалка до сил стабилизатора, это как бы ваш обычный набор будет для карт, где там ехать буквально там 200 метров до позиции, там я не знаю, ну, Westfield, Tensk. Там может какие-то рудники, ну, то есть такое, умеренное по размерчикам. А уже карты, где нужно там минуты 2-3 куда-то волочиться, можно сделать с набором на турбину. Ну, опять-таки, вы можете играть еще и без стабилизатора, но я вам показал, что, в принципе, при таком разбросе с разбросом 0.22, это будет примерно как, ну, почти как защитник без стабилизатора. То есть чуть-чуть будет лучше, но все равно будет ужасно. Поэтому тут, конечно, на ваше предпочтение я все-таки оставлю все стабилизатором. Было бы тут 0.14, 0.15, как, к примеру, той же 32, мы бы спокойно отказывались бы от стабилизатора. потому что в таком случае было бы со стабилизатором, получается, точнее без стабилизатора, как здесь сейчас со стабилизатором, вот как-то так, ну и давайте посмотрим его бронирование и посмотрим в чем же его фишка жесткая по-прежнему остается на момент 23 года, это все равно его жесткий НЛД, вдумайтесь, 273 мм это на АББ, и плюс вот эта фигня, у него НЛД в виде буковки Т, и вот эта пустышка, она висит просто в воздухе, то есть сюда будет попадание, сюда будет пробил, не пробил, в зависимости от пробития, то есть даже вот в таком вывороте, даже вытанчить 704, ну не раз это делалось, тем более тогда, сейчас конечно вам более-менее адекват, не будет никогда стрелять с хорошим пробитием НЛД, если у вас, к примеру, пробитие там уже за 240, вы просто бьете ему ВЛД, ну и по сути все, это опять-таки при бронебойном снаряде, а голдой таки в принципе не о чем разговаривать, скулы под прямым углом, видите, такое тоже уже не особо страшное, вот в вывороте уже 200 мм, борта, как вы помните, они у него такие относительно слабенькие, 66 мм, вот, значит, сам основной вот этот борт тоже 66 мм, весь полочка 41 мм, она, видите, по принципу, как у немцев вниз уходит, то есть она не идеально ровная, соответственно, при такой огромной высоте танка, не очень высокий танчик, вот, уже видно эту полку, и сюда можно накидывать, ну как вы видите, аж со 123 калибра, то есть там, не знаю, КВшечки, может быть вторые какие-то там, или ИСшечки, объектики, там Шкотка Т56, вот это новое у него 136 калибр, вот, а для кумулятива здесь, давайте посмотрим, сколько будет для кумулятива, вот, тут будет для, а, извините, сейчас, вот так, вот, для кумулятива тут будет просто рекошет, вот, очень жесткий угол, поэтому, как бы, только от 123 калибра мы можем пострадать от этой полки. Что касается бронирования башни, ну, смотрите, 230 мм маски, опять-таки, 23-й год на дворе, вы кого-то удивите этим, да нет особо, лоб башни после перевода в HD, да, стал покрепче, тут было вообще около 220, сейчас почти 250, вот, ну, то есть, нормально, относительно, бровка, такая же, как у 34-ки, 229 мм, сам вот этот скос, 63 мм, это будет рикошет для кумулятива, сколько здесь будет приведенки, 280, опять-таки, вот, то есть, если какая-то там, нормальный кумулятив, там, около 300, будет сюда, как бы, уже накидывать, но в таком случае мы просто кидали, тогда в лоб башни, вот, значит, лючок тоже, 160 мм, выемочка вот эта появилась, тоже, видите, она такая с подвохом, потому что чуть-чуть триплекса, тут жесткий скос, и надо попадать в само основание, как видите, здесь все равно 250 мм, даже для того же кумулятивного снаряда, вот, а для ББ-шки 210, соответственно, вот, даже 250, ну, видите, это тупо какая-то нарния, очень волшебная, вот эта волшебная выемка, то есть, желательно попадать в лючок, просто, например, если ты стреляешь в этот лючок с дестра, снаряд падает ниже, ты попадаешь сюда без шансов, вот, кумулятивом попал триплекс, есть попадание, вот, куда-то там скосик долбанул, где 250 мм каких-то нарисовывается, все, то же самое, то есть, не так просто, раньше было сюда проще пробивать, там, вообще, по-моему, ничего не было, здесь около 100, здесь тоже около там 100 с чем-то, ну, то есть, пробивалось везде, вот, а теперь нифига, лючок как бы хорошо пробивается, а вот эта выемочка уже, ну, смотря как, ну, и то же самое, если чуть-чуть буквально в сторону, то вот эти все полосочки будут уже без какой-либо брони, и пробить без проблем, значит, в чем еще большая проблема, он очень огромный, чуваки, и его невозможно спрятать, фугасики его обожают, арта его обожает, 25 мм крыша, промахнуться в такое чудо просто невозможно, вот, от Увена, конечно, он играется, да, там у него все минус 10, типично американский, но все равно, маска, просто маска, 230, я же говорю, это уже ничего такого страшненького, вот, ну, в любом случае, эта машина льготная, мы не видим десятых левелов, и, казалось бы, да, это круто, ну, а с другой стороны, я же говорю, да, что машина уже с более-менее вменяемым пробитием, и это, ну, заметьте, какой сейчас баланс, в основном это ПТшки, да, ПТшки, арта, вот, или какие-то там, типа, не знаю, ну, жесткие тяжи, там, все что угодно, у них там голда минимум тоже 270-280 пробития, и они просто бьют нас в лоб, то есть, если мы раньше на танковали, на нем делали стальную стену чуть ли не через бой, то сейчас уже, конечно, это в прошлом, но потанчить иногда все равно можно. Качество стрельбы здесь такое же, как и 32-ки снаряды, внутри прицела ведут себя, как попало, летают куда угодно, вот, скорость полета 945 метров в секунду и стоимость 1000 кредитов, то есть, 1000 кредитов за 320 льфы, это, ну, как бы, такое себе, я одно дело пойму с разбросом 0.3, с хорошей стабилизацией, ну, на средние и близкие дистанции, и супер пробитием на 2000 кредитов, а здесь особо не понимаю, то есть, за 300 льфы платить столько не особо круто, потому что стрелять придется немало, пробивать вы каждый раз не сможете, и поэтому будете давать 20-30 тысяч серы просто за стрельбу, потому что, ну, как бы, качество стрельбы не очень и пробитие не очень, поэтому, как фармер, даже без премиум аккаунта, этот танк вам особо не нужен. Если, например, за боны, когда-то эта машина вдруг начнется продаваться, а что бы, собственно, нет, вот, то, ну, как бы, если выбирать это или КВ-5, к примеру, я выберу это, его хотя бы не так в силуэт убивают, да, вот, но при этом, если мы говорим уже о фарме без премиум, то уже, наверное, будет лучше КВ-5, потому что альфа, считай, такая же, а снаряды в 4 раза дешевле, вот, ну, в любом случае, фарм без премиум в этой игре, это, конечно, такое себе дело, поэтому, ну, как бы, просто старенькая машина. Конечно, мы его посмотрим, конечно, мы пойдем в бой, все-таки уделим ему внимание, иногда нужно стряхивать пыль с таких танчиков. Значит, попадаем мы на карту Тундра и попадаем мы, опять же, на верхний рез. Ну, конечно, едем на горку, вот, едем на горку, против нас ИС-6, вот, если бить им не в лючок, вот тут, кстати, плюс нашей будет высоты, значит, если мы будем бить ему по лючкам, без проблем, мы и в крышку его обязаны пробивать, она 30-мм, 30-мм, тут наша высота вступает в силу, но в плане спрятать эту машину, как-то там, вот так вот, да, ну, посмотри, ну, она настолько большая, что нельзя быть ко всем лбом, понимаешь, в чем вся проблема? Вот, если бы у тебя были еще там борта какие-то там 100-мм, можно как-то было от них отплясывать, а так 60-мм, это малейший перекрут, вот, все, по таким углом пробиваемся, вот сюда в башню, я же говорю, чуть-чуть уже в сторону отводи, именно, чтобы не в лоб башни бить, то будут, конечно же, пробивать, вот. Вот, тут я, ребята, останусь на закалке, потому что до позиции проехать, как я называю, 150-200 метров, понятно, что на турбине я бы еще быстрее занял эту позицию, но, поверьте, потом эти 200 хп почти нам пригодятся еще, поверьте, в лоб, тем более, будем сейчас перестреляться с тяжами, дай бог, если неадекватные, приедут на горку, поэтому, вот, смотрите, значит, стабилизация при максималке 29, то есть у 34-ки 35, соответственно, добавьте этих еще там, сколько получается, процентов, ну, 1,6, ну, 10% минимум еще добавьте до кольца, вот там и получается, за индикацию перезарядки, вот, с турбины будет, как у 34-ки стабилизация, без стабилизатора на турбине будет уже, ну, такое кольцо, знаете, немаленькое, вот, поэтому, опять-таки, закалка и без стабилизатора на турбине, это, конечно, ну, нормальная такая мета, да, но, если 100 бат, там хотя бы 0,14, вот, а здесь разброс 0,38, да еще и стабилизация 0,22, 0,22, 2, а эта дырочка получается немаленькая. Так, нужно прогнать этот L1-ПС, очень, очень, вот, молодцы наши стэшки, что они заняли горку, они не засалят, хорошо, и то, что они сюда приехали. Так, будем бить ИСУ-3, он нам как раз щечку подставляет, буду играть, ну, на ББшка, конечно же, пробовать, вот. Как вы видели, я только что ударил под прямым углом среднему танку, и я не то, что его не загуслил, или не то, что я его не пробил, я его даже не загуслил, чуваки, вот, настолько бредовая, конечно, иногда бывает ситуация в этой игре, это я, честно, я не могу это объяснить, это просто бред. Усля не упала, борт не пробил, ну, типа, что это за маразм? Ладно бы у танчика был бы сферы ДПМ, это было бы пофиг, но когда КД 60 и 10 секунд без допая и на обычном досылателе, это, конечно, жестко. Бью в НЛД, попадаю в ВЛД, бил с полусведением, о чем я говорил, что качество стрельбы у этого танка не очень, снаряды внутри прицела веду себя, в принципе, как попало, вот. Надо объехать И6, ну, уже не важно. Да-да-да, я принимаю от Юдеса, принимаю от ИС-3, но я же говорю, танк, видите, не ворочается ни хрена, борта у него максимально конченые, они огромные, в них промахнуться невозможно. И, как обычно, я попадаю в линию турбо-боев, и уже счет 7-3, и плюс 2 ТТ-6, по которым я сейчас мог бы в теории набивать урон, они поехали в ущелье. Юдес не даст мне выехать никак, он будет пробивать меня просто в ВЛД, я не знаю, почему Юдес не от. Вот, и то эта сушка, да, без комментариев, чуваки, Юдес попадает в эту выемочку с 500 метров, ну, то, о чем я говорил, эту машину не спрятать, и эта машина уже не танчит ничего, потому что у нее просто нету возможности танчить. А при этом я Юдеса не вижу, потому что мне не хватает моей высоты, которая и так гигантская, то есть, казалось бы, куда уже больше, да? Ну, вот в этом вся суть танчика, что тебя бьют на автоприцеле, вот, а ты еще попробуй попробивай. Вот сушка стоит, тоже не светится, расстреливает, блин, 200 метров, ну, такая маскировочка в нашей игре, и такие вот замечательные позиции тоже в этой замечательной игре. Вот Юдес опять засвечивается, делаем полное сведение, попадаем, он не горит, хотя может в любом хлебал он гореть почти каждым выстрелом. Так, доберем, ВЗшка его добрала, хорошо. Так, Сушка ушла с позиции, ну, подожди, да, там еще Скорпион, Скорпион на ущелье, ну, значит, надо рашить Иса 3, и надеяться, что он нас не будет пробивать, чтобы еще дать хоть какой-то урон в этом бою. Дадим на ходу в ИС-3, Альфа 306 не проходит, вот, он, конечно же, заряженный, у него времени было достаточно, я его буду пробовать таранить, но, как вы видите, мне не хватило скорости, чтобы его нормально протаранить. Плюс Сушка дает нам на 500, в лоб опять-таки она пробивает нас без каких-либо проблем, о чем я говорил. Вот она стояла весь бой на базе и тупо не светилась, замечательно. Так, чтобы эта Сушка будет уходить, значит, надо брать вправо и резать угол. Ну, дать бы еще хотя бы тычку, и будет уже нормальный бой для этого танка, для него 2000, это, в принципе, уже хороший бой. Вот, потому что, как видите, нету сейчас понятия на таком танке топ, не топ, сейчас у танка 8 уровня пробитие просто сумасшедшее. И танчить его особо не получается, не так, как бы он... Просто я ему даю выстрел, снаряд, конечно же, не вылетает, и я умираю. Вот, он меня просто убивает опять-таки в силуэт. Вот, натанкованный 1000 урона, но это исключительно по всякому, ну, типа там, подкалибер из 3СМЗ, мы там можем еще как-то потанчить за счет нормализации туда-сюда. Но именно влиять на бой уже так, как бы вам хотелось, конечно же, нет. Плюс, опять-таки, я убил, я был убит тяжами, которые приехали на ключевую позицию, нет. Я был убит танками, которые не делают в бою ничего и просто бьют с базы. Поэтому тут уже вопрос к разработчикам. Почему у нас находятся такие замечательные карты, где можно даже не на метр от базы не отяжать, и при этом влиять на бой и тащить его, ничего не делав. Ну, при этом, как видите, 1800 натанкованный все равно. Ну, это что у нас, из 3СМЗ? Вот это ТЛПС, не, из 3СМЗ опять. Пантерка из 3СМЗ. Ну, то есть, видите, кто до 230 пробития бьет, мы танчим. Все, что выше 230, это уже просто забей. Броня сразу уходит на второй план. Фух, закончилось, ребят, это стоялово, это просто забей. Когда остаются ПТ против ПТ, хуже ничего не может быть. Значит, 6 пробитий, 1558 урона, 62 тысячи. Это за типа победу. Вот, то есть, чистыми это было бы, получается, 46 тысяч. Вот, без ДПС. Значит, 46 тысяч за 1500 урона с премом. Ну, сами понимаете, то есть, фарм тоже, как обычно. Вот, но опять-таки, фармиться на нем, как вы видите, тоже, ну, чувство не из приятных. Потому что, ну, у этого танка не бывает топа. Ну, да, вот здесь мы, ребят, с вами поехали. Играем. БЗ-176, которого мы никуда не пробиваем, и 6, которого никуда не пробиваем. Ну, кроме лючков, и 6. ВК-шка, 4 ЛТ, 2 арты. Короче, стаб максимально ужасен. Если бы наш этап был у них, было бы намного проще. Ну, кого я потом не пробивал? ТС-54, Т-265 или Йоха, всех бы пробивал, хотя бы в НЛД. Вот, а так поеду направо, сейчас встречусь с БЗ-шкой и тупо не буду знать, что с ним делать. Останусь тут я все-таки на закалке. Вот, Франкенштейн. Да, это действительно танк Франкенштейн, на котором сейчас в рандоме, по сути, делать нефиг. Вот, если вы сыграли какой-то бой на 3К, это вам, ну, просто позволили, и все. Вот. Наверх подниматься не буду, сразу вот так в объезд поеду по низинке, чтобы времени тратить вот здесь. Потому что все равно я, скорее всего, буду поджиматься к трупу там того панцера 4-го, который стоит возле Е2. Вот. Туда и поедем. Вот Хорин у него там сколько? 250 пробития, по идее, у нас должен пробивать просто в силуэт. Так, БЗ-шка там, я так понял, поехал через верх, да, он будет заниматься сейчас моими тяжами. И пока БЗ-шка занят, в этот момент нужно быстро прожимать, чтобы набить хоть какой-то урон, пока БЗ-шка на нас не обращает внимания. Снова я бью в лючки, оно летит как говно, пушка очень кривая, и она кривая не разбросом, она кривая именно распределением снарядов в прицеле. А это распределение максимально ужасное. На дистанцию стрелять это просто забеет, ну, как хлопушка бумажная. А в упоре, как видите, тоже. Чуть-чуть не досвелся, чуть-чуть поюлозил туда-сюда. Рикошет, давай-давай. А знаете, что рикошета быть не может, потому что у него 30-ти миллиметровая крыша, и в лючках 150. То есть я его хоть в крышу поправил трехкалибра, должен пробивать, хоть в лючки, ну, просто из-за номиналки. Вот Хори играет на 100 пушки, но даже с токовой пушкой он нас пробивает. И смотри, Т-103 каким-то чудом нас не пробивает. Вот, он жопа едет быстрее, чем и передом. И он будет выкатываться. Рипера, помоги, чем можешь. Буду сдавать назад. Т-103 понимает, что, ну, я на таком танке, на котором особо танчить, я не имею права. Ну, вот именно Т-103. Поэтому он спокойно выезжает и просто нас разваливает. Вот такие делишечки. Пускай Т-103 примет тычечку от Т-103, хотя бы одну, для приличия, да, чтобы у меня не так жопа горела. Вот, стреляю по Т-103. В нему стреляет Йох, по-моему, и не попадает. Так, БЗшка, по идее, должен быть к нам задницей. По идее. Вот, опять я попадаю в турбо-бой. Это снова 1300 урона. И это против, ну, как бы, ну, я не знаю, как вам объяснить. Это баланс еще. Ну, он говно, он неиграбельный, но могло быть еще хуже. То есть, могло кинуть вообще там половину баланса. Какие-то Т-4, 75-е. Там, не знаю, Тертоизы какие-то. И там было бы вообще веселуха. Ну, как вы видите, заменить Тертоиза или того же И-75, может, БЗ-176. Скидаем с полным сидением, попадаем. Снарядик идти 950 метров. Это не так уж и быстро. Надо такое нормальное упреждение брать. Ну, вменяемое, понял. Вот, еще раз добиваем. Это хорошо. 1836 урона. Это замечательный уже бой для данного танка. Нет, извиняюсь, в данном случае для данного боя. Потому что это опять, ну, очередная типичная турбина, да. И 1800 урона на таком танке, вот теперь уже, да, это, конечно, многовато. Вот, потому что, я думаю, ваш обычный результат на бронебойных снарядах будет на этом танке от силы 1500. В таком случае, как вы видите, фарм будет составлять у вас кусков 40-45 за победу. Это, как вы понимаете, ни о чем. Поэтому, опять-таки, вам нужны танки, которые могут барахтаться в этом турбо-режиме. Потому что это, как будто мы играем не в 15-минутных боях, а минута 30. Вот. Первый бой, он же был тоже турбина. То, что там 2 на 2 АПТ осталось, и они стояли. Ну, это же, ну, как бы не наша проблема. Они просто стояли. Вот, поэтому, как бы, и получился там длинный бой. А именно сам бой, как вы видите, длится минута-минута 30. То есть, ты едешь до позиции примерно 2 минуты. И играешь минуту-минуту 30. И, как бы, все. Вот так вот. 1836 урона. Здесь должно быть, ну, получается, натычку больше. Ну, где-то 1055 чистыми. Вот, давайте посмотрим. Так, у нас получается, не, 50 тысяч чистыми. Потому что, как я говорю, каждый выстрел тысяча кредитов. Вот ремочка 6,5 тысяч. 3000, ну, сам ремкомплект, походу. Вот. Поэтому вот так вот. 4,50. 3 минуты ехали, минуту играли. Все, в принципе, по стандарту. Но я ничего не увидел. Свои слова я, как бы, в очередной раз подтвердил. Что на данном танке, как вы раньше помните, вытанковать по 5-6 тысяч. Ребят, успокаиваться надо. Все. То время прошло. Опять-таки, если, например, эту машину ведут за боны. И вы его будете покупать после ИСа 6. После Т-103. И после Т-34-3. Тогда еще, ладно, сойдет. В первую очередь, конечно же, брать его нет смысла никакого. Вот. Броня его, как вы уже видите, только на бумаге. А пушка, конечно, оставляет желать лучшего. Ему нужно накручивать, конечно же, ДПМ. Ему нужно улучшать стабилизацию. Вот. Потому что едет он не особо, а стабилизация такая, типа, знаешь, ну, как бы, здрасте. Вот. И ДПМ 2000 при пробитии в 200. Это позорище. Потому что мы перезаряжаемся как ИС-6. Но стреляем, блин, по 300. Это, конечно, жестко. Вот. И броня, да. Если бы, например, игра была вменяемая. И было бы тяжиков хотя бы по 5-6 штучек. И они были, ну, такие, типа, ИС-3, Тигр-2. Ну, знаете, как в старые добрые. Когда ты перестреливаешься только с тяжами. Это было прикольно. Ну, реально круто. Тогда и танчить можно было. И бои не такие быстрые. И настреливать можно было. Сейчас же вы играете в основном БЗ-176. Какие-то там супер убер вафли. Какие-то с 300 пробития. Вот. Вы играете против 5-6 ПТ. 3 ЛТ. И в бойках минутка 30. Вот. И как вы видите, даже пускай с максималкой 34 на турбине. Вы же все равно понимаете, что это медленно. И в бою минута 30 даже с максималкой 34. Вы не так уж будете быстро успевать настреливать. Сейчас залог успеха настрела именно в турбобоях. Это скорость или там сверх какой-то барабан. Или сверх ДПМ. Поэтому, опять-таки, не отступаю от своих, как бы, убеждений, да. И наблюдений, что в данную игру можно играть только или на барабане. Или на очень прикольном механизме. Вот. Или хорошее, чтобы было соотношение льфы к перезарядке. Более-менее меняемой подвижности. То есть, если был бы какой-то прем Каен, да. Там. Или вот Ренегат. У него нормально. 360 льфы, 8 секунд КД. Но о нем поговорим чуть-чуть позже. Опять-таки, пожалуйста, проявляйте активность. И пишите в комментариях, о каком танке делать видео. А на сегодня все. Машинка морально устаревшая. Конечно, требуется ап. Но я думаю, что ждать его в ближайшем будущем не стоит. На сегодня все. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.